В прямом эфире репортера новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. В Одесском апелляционном административном суде прошло заседание по вопросу дальнейшей судьбы памятника основателям Одессы, расположенного на Екатерининской площади. Представители общественной организации СИЧ, выступающие за демонтаж памятника Екатерине и ее адъютантам, потребовали полный отвод судейской коллегии. Общественники заподозрили судей в предвзятом отношении. Ходатайство было удовлетворено частично. Из указанных коллегий убрали лишь одного судью, а именно Дмитрия Запорожана. Перед началом судебного заседания националисты провели митинг в поддержку сноса памятника основателям Одессы и выступили против возвращения потемкинцев на прежнее место. Мы считаем, что ни одного, ни второго не должно быть в Одессе. Ни как Екатерина, ни как Потемкинцам. То есть менять какой-то царский империализм на коммунистов, как бы большевиков, считаем, что это шило на мыло, грубо говоря. Ранее Приморский районный суд признал незаконными демонтаж памятника потемкинцам, а также благоустройство Екатерининской площади, включая установку памятника основателям города. Позже Одесский горсовет подал апелляцию на данное решение. Следующее заседание с обновленной судейской коллегией по делу о сносе памятника на Екатерининской площади состоится 17 ноября. Сегодня днем неспокойно было в городском саду. Там несколько десятков активистов протестовали против возможной вырубки деревьев на территории заброшенного летнего театра. По словам участников акции в городском департаменте экологии, они получили информацию о том, что эти деревья здоровые и не подлежат вырубке. Пикетчики пытались пройти на территорию летнего театра, но путем преградили кордоны правоохранителей. Произошли даже небольшие стычки. Ну и на территории же самого летнего парка были замечены неизвестные молодые люди в балаклавах и с дубинками в руках. Спустя несколько часов акция протеста завершилась, однако активисты пообещали вернуться уже в эту субботу. Если их не впустят в театр, они готовы даже сломать ворота. Безопасность детей по дороге в школу. В патрульную полицию Одессы обратились родители. Они сообщили, что на перекрестке возле 81-й школы на фонтанской дороге водители постоянно нарушают правила дорожного движения. На рейде правоохранителей побывали наши корреспонденты. В самый час пик за полчаса перед началом занятий на фонтанской дороге между 7-й и 8-й станциями правила дорожного движения отходят на второй план. Главное – успеть доставить школьников на уроки. О безопасности родители забывают. Высаживают прямо перед светофором, иногда со второго ряда. За полчаса рейда патрульные и полицейские зафиксировали целых пять случаев пересечения двойной сплошной. И это при том, что остановить правоохранителей успели не всех. Я согласен, конечно, с сотрудником полиции, что я нарушил действительно правила, но тут дело в чем, понимаете, что каждое утро сюда приезжает очень много машин. И приезжают с разных сторон. Я езжу со стороны 16-й фонтана, допустим, да. И здесь никогда я не могу повернуть к школе, никогда просто. Поэтому так уже сложилось. И сегодня, я думаю, что как раз вы находитесь не просто так, потому что здесь ситуация всегда такая. Приходится поворачивать, конечно, через двойную сплошную. И я не один такой. Вопрос такой. Я хочу спросить один вопрос. Как мне повернуть к школе? Конечно, можно проехать дальше, развернуться, но утром, когда здесь много машин, это просто невозможно. Те основные нарушения, которые были выявлены. Грубые нарушения – это пересечение двойной сплошной полосы, то есть нарушения. Затем разворот на пешеходном переходе. Затем высадка детей на проезжую часть. Как разрешали высаживаться детям, выходить на проезжую часть с левой стороны водительской. Также были и факты того, когда дети выходили из салона автомобиля в левой полосе движения. То есть водитель останавливался по ходу движения, отец или мать, и разрешали детям выходить просто на проезжую часть. А у одного из нарушивших правил водителей даже не оказалось собой водительских прав, документов на машину и страховки. Водительские посвящения и разрешительные документы на транспортные засуды. Дома оставили. Придевите терминово мені водительские посвящения и разрешительные документы. Я еще раз говорю, дома оставили. Как вы керуете транспортным засудом без документов? Дома выехали, вот так, в паспортную. Значит, я вас попереджаю, если вы не против, вы будете затриманы в доставлении в райвейді у полиции. Сейчас привезу документы. Будь ласка, придевайте документы. Документы правонарушителю привезли через полчаса, но водитель был уверен, что задерживать его якобы не имеют права. О том, что на 5 минут при меня документов не было, не имели права меня задержать в машине. В течение получаса, не зная состояния здоровья. Вот и все. А вы нарушили сейчас линию? Я нарушил правила, я не отрицаю. Я нарушил, я за это заплачу. Согласно КУПАП, выносится штраф по максимальному правонарушению. Данная статья предусматривает санкцию в виде штрафа в размере 425 гривен. До трех часов мы имеем право задерживать человека до установления личности. Еще один водитель, который остановился в неположенном месте, назвал экстренной причиной остановки боль в животе и потребовал у патрульных вызвать скорую. Я остановился, чтобы завести ребенка в школу и сходить в туалет. Статья 18 Кодекса об административных правонарушениях. Вынужденная необходимость. Я не мог, я хотел заехать во двор, в школу, как я это делаю обычно. Но здесь стояла очередь с 50 машин. Понимаете? Ну, я бы просто не выдержал. Чтобы определить состояние водителя, необходимы анализы и медобследования. А это требует времени. А спорить штраф за парковку можно в судебном порядке. Учитывая количество нарушений, в патрульной полиции пообещали проводить рейды в этом участке как минимум раз в неделю. Виталий Хемий, Дмитрий Богомолов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер. Ну, а тем временем патрульная полиция Одессы отчиталась за 10 месяцев работы. По их данным, за этот период в области произошло более 12 тысяч ДТП, в которых более тысячи человек пострадало и около 200 погибло. В самой Одессе зарегистрировано 9 тысяч ДТП, погибли 60 человек. Кроме того, назвали еще ряд цифр, характеризующих работу патрульных. Эвакуировано транспортных средств у нас 1756. Это те, которые существенно на патрульной дорожному движению, а также по остальным статьям, которые предусматривают эвакуацию. По горячим следам у нас патрульными задержано 1058 лиц. Из них за совершение особо тяжкого преступления, то есть убийство, задержано 9 лиц. По горячим следам. Если взять 951 происшествие на дороге с пострадавшими, то от этого количества 40% это ДТП с пешеходами. То есть это проблема Одессы, это проблема больших городов и в принципе проблема и населенных пунктов. Сейчас в Одессе проводится всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Ее цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий в городе. Школьные офицеры полиции примут участие в воспитательной работе с молодежью. Также в рамках акции патрульные сдадут кровь, которая будет использована для помощи пострадавшим в ДТП детям. Проведут также несколько рейдов. Конечно, мы на этой неделе также присоединимся к акции «Сдай кровь, спаси жизнь». Мы пойдем к детям в детскую областную больницу. Мы сотрудничаем уже давно с отделением переливания крови в детской областной больнице. И также на пятницу мы планируем совместную акцию с автомобилями скорой медицинской помощи для привлечения внимания водителей на то, что оперативный транспорт имеет преимущество на дорогах при включенных в спецсигналах. Двое бойцов АТО срочно нуждаются в донорской помощи для создания жизненно важного препарата «Альбумин», где необходимо семь доноров. Сегодня кровь для военнослужащих сдали полицейские. Уже откликнулось свыше 50 сотрудников правоохранительных органов. Все подробности далее. Ребята в очень тяжелом состоянии. И какое количество альбумина нам нужно будет, мы пока еще не понимаем. Татьяна – волонтер. Именно она кинула клич «Срочно нужны доноры для бойцов АТО». Это не ранение, это заболевание у ребят. Но, тем не менее, там вопрос стоит цена жизни. Решил помочь людям, которым может пригодиться эта кровь. Поэтому спасет человека от какого-то жизнь, здоровье. Сегодня на станции переливания крови очередь сдавать кровь для бойцов АТО, которые сейчас находятся в реанимации, пришли сотрудники полиции. Многие из них и сами воевали на востоке Украины. Я есть участник боевых действий, я есть фельдшер подразделения у нашего. Они разъезжали в зону АТО. Поэтому в данный момент для нас и для меня лично приоритетнее помочь людям, особенно участникам боевых действий, сдать кровь. Я знаю на своем личном примере, что это будет именно помощь. Поэтому мы всегда своим подразделением в таких случаях помогаем. Даже если там гражданские случаи, там были и детям помогали, которые с раком и заболеваниями. Такие акции для полиции уже стали постоянными. Сегодня у нас будет до 50 сотрудников полиции, в том числе и я. Мы это делаем регулярно, раз в две недели, раз в неделю. Завтра мы сейчас передадим эстафету другим подразделениям полиции. Мы понимаем, что это как бы маленькая капля в море, но если каждый будет так делать регулярно, как мы это делаем, это несет определенную лепту и помощь для наших бойцов, которые защищают нашу страну. Несмотря на проведение различных акций, на станциях переливания крови все равно не хватает доноров. Любая помощь здесь ценится очень высоко. Большое спасибо, что откликнулись ребята, потому что, как вы понимаете, крови всегда не хватает. Всегда есть недостаток доноров, тем более активных доноров, те, которые не впервые попадают к нам, а приходят не один раз, а через два месяца можно повторить. Поэтому, конечно, большое спасибо, тем более, что сегодня есть борт в 411 госпитале, пострадавший в зоне АТО. То есть вся кровь пойдет по назначению. Сдать кровь может каждый желающий. Возможно, именно ваше решение прийти на станцию переливания в Бисквитный переулок спасет чью-то жизнь. Лилия Горопашная, Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Губернатор Одесской области раскритиковал бездеятельность Министерства здравоохранения в вопросе обеспечения региона необходимыми препаратами для вакцинации. Под угрозой иммунизации населения против полиомиелита, ботулизма, дифтерии. Не хватает вакцин, чтобы защитить жителей области от вспышки гепатита B и эпидемии кори в Болградском районе. Помимо того, что министерство не обеспечило медикаментами Одесский регион, нет разрешения органам местного самоуправления на самостоятельную закупку соответствующих вакцин. Максим Степанов поручил Департаменту здравоохранения подготовить очередное письмо в кабин. Губернатор готов обсуждать проблемный вопрос лично с премьер-министром. Преступна какая-то бездеятельность. У меня нет ответственности, как у разумной люди, почему это вопрос не решается. Я понимаю, что есть определенные сложности, что до решения, может, этого вопроса по всей стране. Эти сложности имеют, в том числе, нормативный або законодательный характер. Но мы предложили еще в червне, понимая все сложности, дайте нам возможность Одесско-облесной администрации, для потребителей Одесско-облесной области, закупить эти вакцины. Пять месяцев мы не можем получить ответ. И вакцины не закуповывают, и дозвел нам не дают. В Одессе действует всеукраинская программа «Доступные лекарства». Она включает в себя лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы и сахарного диабета. Кроме того, городское финансирование этого проекта полностью покрывает расходы. По предварительным подсчетам, только половина из тех, кто стоит на учете в регионе с диагнозом «сахарный диабет», пользуются этой программой. Люди, которые находятся на таблетированном лечении, могут получить препараты бесплатно или с незначительной доплатой. Чтобы наши пациенты могли воспользоваться программой «Доступные лекарства», они должны обратиться к своему семейному врачу. Это в Центры первичной медико-санитарной помощи. Их у нас в городе 11. Они расположены в каждом районе в шаговой доступности от места проживания наших пациентов. Пациенты должны обратиться к семейному врачу. И семейный врач выпишет все необходимые медикаменты по этой программе. Всего в Одессе больны диабетом около 38 тысяч человек, из которых 217 дети. С каждым годом это число, к сожалению, увеличивается на 5-7%. Изменение способа формирования местных бюджетов одна из главных реформ в Украине, заявляют специалисты. Программно-целевой метод позволяет более детально увидеть все траты городской казны и определить их как обоснованность, так и законность. Коалиция общественных организаций решила провести своего рода аудит целевых трат бюджетных средств в пяти регионах Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Луганской областях. На данном этапе контроль над бюджетами осложняется из-за отсутствия реестров объектов городского хозяйства, а также обобщенных формулировок в целевых программах. Та реформа, которая посвящается программно-целевому методу, не заслуженно замалчивается, не заслуженно не пользуется вниманием, хотя, по моему глубокому убеждению, ее значение крайне сложно переоценить. И чтобы, если привести какую-то понятную аналогию, это равноценно введение электронного декларирования. Наш проект – это в первую очередь, как я уже говорил, диагностика с тем, чтобы помочь тем органам власти, которые хотят максимально эффективно внедрить программно-целевой метод. В круглом столе приняли участие представители финансовых органов местного самоуправления. Они получили результаты мониторинга общественников и рекомендации по дальнейшему внедрению программно-целевого метода. Уже в следующем году дети, которые занимаются спортивной гимнастикой в зале СКА, получат более достойные условия для тренировок. Облгосадминистрация вместе со спортивным сообществом «Динамо» планирует оборудовать современный комплекс для занятий спортивной и художественной гимнастикой. Однако это в планах на следующий год. А в ближайшее время губернатор проведет рабочее совещание с представителями стадиона СКА и родителями гимнастов, чтобы выслушать их предложения. На состояние зала СКА уже давно поступают нарекания. Здание нуждается в капитальном ремонте, на который рассчитывают уже много лет. В мене уже провели відповідную работу с организацией «Динамо». Я думаю, что мы в наступном году уже в змозе будем разом, какого-то там співфінансирования, подивимось, або за рахунок ДФРР, то есть будет співфінансирования «Динамо». Кошты будут кошты нашого областного бюджета. Мы в змозе будем збудувати сучасний комплекс. На базе спортивно-оздоровительного комплекса Международного гуманитарного университета прошел Международный чемпионат по пауэрлифтингу. Спортсмены из восьми стран боролись за звание лучшего сразу в трех дисциплинах. Все подробности драматичной борьбы сильнейших спортсменов расскажет Юлиан Аксенов. Вот так, что называется на зубах, атлетам покоряется вес в несколько сотен килограммов. Пауэрлифтинг – спорт не для слабых, говорят участники соревнований. И рады, что в Украине он переживает второе рождение, а Одесса уже стала его центром. Спорткомплекс МГУ собрал лучших пауэрлифтеров, представителей ПРО-дивизиона. Условиями организаторы очень довольны. Условия отличные, мы давно такого не видели. Мы только счастливы работать в этом спорткомплексе. Обратились, нам легко отозвали, сказали, что мы можем. Всем, чем они нам могут помочь, они нам помогли. Потому мы только за, с ними работать всегда. Пауэрлифтингом занимаются даже спортсмены с ограниченными физическими способностями. Причем не просто. Они бьют и устанавливают рекорды. Мне предложили просто приехать попробовать потренироваться. Мне понравилось. Так завязалось, что начал выступать. Мой лучший жим лежа при весе в 40 килограмм, 127,5 килограмм. Это рекорд Европы среди юниоров по версии ВПЦ. И рекорд Украины. Ожидание еще одного рекорда на этот раз мирового стала главной интрига чемпионата. Многократный призер и рекордсмен Аркадий Шалоха был близок к тому, чтобы в сумме жима становой тяги и приседаний достичь цифры, превышающую одну тонну. Но, увы, ошибка ассистента перечеркнула все четыре попытки установить рекорд. Страховщик нечаянно, ну, нечаянно, ненароком, так скажем, схватил с одной стороны, чего такого не должно быть. Страховщики хватает только по команде главного судье помочь. Вот просто, можно еще одну попытку, конечно, было бы сделать, но, учитывая то, что дальше еще жим и тяга, я просто не хочу тратить силы. На мировой рекорд нужно ходить один раз, а не пять. Эти соревнования, по словам организаторов, позволят отобрать лучших спортсменов, которые примут участие в более статусном чемпионате «Черная жемчужина», который уже традиционно проходит в Одессе. К тому же многие атлеты смогут участвовать в европейских и мировых соревнованиях ТОП-дивизиона. Юлиан Аксенов, Юлия Пальнова, телеканал «Репортер». Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя.